Дорогие друзья, у нас сегодня в горях протеорит Дмитрий Свернов. Он председатель синодального ангела по взаимодействию церкви с правоохранительными учреждениями и ворожайными силами. В честь Дмитрия мы попросили рассказать сегодня и сказать несколько слов на тему того, зачем церковлять человеку, вообще зачем церковь человеку, поскольку многие люди не знают, ну и нас спрашивают верующие, зачем все это, недостаточно ли жить по-христиански, и вся эта ответственность нужна. Но несмотря на эту тему, отец Дмитрий и после беседы расскажет ответить на ваши любые вопросы, если принадлежат бумажки, то ручек, пожалуйста, не присняйтесь, пишите, раз вам расскажу. Поприветствуем. Один вопрос уже ниже. Так, слышно меня? Да, вот, к сожалению, так для большинства людей церковь, конечно, не нужна. «Как для большинства людей не нужна авокадо?» Прекрасно, 100 миллионов человек в России обходится, я думаю, 135 миллионов без авокадо. и неплохо себя чувствует. Но тут вот и в каком-то смысле и церкви они не нужны. часто он может слышать, говорит, вот там в церкви там что-то вот так, и я поэтому нашел себе такую возможность и как-то мы в разных находимся в полях существования. И вот иногда говорят так, что вот я заходил в церковь, но вот как-то меня недостаточно тепло встретили, поэтому вот я обижался. Знаете, я всегда отвечаю, да, я вас понимаю, однажды меня облаяли около кассы, когда я походил в булочку, и теперь хлеба не ем. Категорически. И так далее. И церковь вообще там тоже нужна только тому человеку, который ищет для себя такой очень высокий смысл жизни, ну, выше всего. Как дети говорят, большое-большое до неба. Вот если в жизни у человека такая задача, тогда понятно, что он будет к этому устремляться и к церкви придет, потому что ну вот расстояние до Луны там 300 тысяч километров, а это еще выше. Так, если человек ставит себе такие задачи исключительно земные, тогда он может вполне останется без церкви до смерти. Но тут вот такая есть незадача. Есть в нашей жизни пренеприятнейший момент. Настолько аномальный и противный, что многие люди даже боятся об этом говорить. это смерть. Даже вот если сравнить человек и лошадь, в 3 года лошадь уже взросла. И вот если взять 25 разделить на 3, получится, что лошадь до взрослого состояния живет 1 восьмую часть. Современный человек, допустим, ну, мужчина, по моим наблюдениям, еле-еле взрослеет к 35 годам. Помножим на 8. 35 помножить на 8. В общем, лучшее дело жить, если сравнить с лошадью, то лет 300. Ну, в России у нас мужчина живет, допустим. Да зачем, думаю, я не знаю. И поэтому вот тоже странное явление. Даже по сравнению с лошадью вы должны жить 300 лет. Понятно, что и в 300 лет жалко расставаться с жизнью. То есть только не очень сильное поле. А человек живет, ну вот, у нас, значит, 56 лет мужчина живет, женщина 64 лет. Тоже как-то не успел пожить. Вот я тоже, у меня тоже большая проблема, не успел я пожить. Пошел в 16-18 часов в день, без выходных, отдыхая только в командировку. Сейчас Владимир с отцом Александром меня позвал. Вот я по полдня отдыхаю. И потом лекции. Ну, это для меня, собственно, постоянная, наверное, такая работа. Поэтому не тяжело. Проверки практически нет. Здесь так хорошо ездить в Вене. Не то, что у нас в Москве. Нужно маршрут выбирать. Нужно ждать пока пробки кончится. Домой раньше одиннадцати не являюсь. Никогда. Вот. И вот так все интенсивно, что жизнь, где она так пролетела. У меня уже 61 год. Думаю, все, когда же я буду жить. Все столицы меня зовут в гости. Все монастыри меня зовут в гости. Все епископы зовут в гости. Я видел все, что мог. Я могу приехать вот на три дня только. Службы не отпускает. У меня должен присутствовать на месте. Вот такая есть проблема, что хочешь не хочешь, надо умирать. Вот. И я знаю, что со смертью человека его жизнь не кончается. Я только тонул три раза. Поэтому одной ногой на том свете уже был. И то, что люди описывают, те, которые вернулись с того света, а их тысячи. Все совпадает с тем, что я пережил. Жизнь у меня вся пролетела, как в таком быстренном кино и так далее. Ну, и без этого я, собственно, мне плохо, трудно представить. Я не настолько верующий человек, как некоторые атеисты. Что умру и ничего нет. И там некоторые дети, вот, можно сейчас с 14 этажа бросаться. Вот. Очень многие, когда летят уже вниз, на уровне седьмого этажа уже передуманы. Ну, назад не вернешься. И, как-то, некоторые надеются, что вот он сейчас умрет и все. К сожалению, нет. Однажды, родившись, человек не умирает никогда. И вот, какую возможность и вообще какая цель существования Церкви на Земле? Ну, во-первых, вот, как я уже сказал, это осмысление жизни. То есть, в предании есть определенный смысл. Потому что те смыслы, которыми руководствуются люди, которые живут вне Церкви, но вот меня лично они как-то эти все смыслы не устраивают. Некоторые говорят, вот смысл моей жизни в детях. Потом человек, который живет, живет, потом вырастает, и оказывается, что дети на нее потом плюют. А некоторые даже не дают участия заниматься во времени с внуками даже. Некоторые думают, что вот, нужна полная свобода, делаю, что хочу, а это возможно только когда достаточное количество денег. Я много знаю народу, ну не сотни, но знаю полтора десятка миллионеров, и знаю даже некоторых миллиардеров. И что-то вообще-то не замечал, чтобы кто-то из них был счастливее меня. Наоборот, у них, собственно, бесконечные проблемы. Очень сложная жизнь. У большинства из них разрушена, собственно, семейная жизнь. А что такое разрушена семейная жизнь? Значит, несчастные. Ну, во всяком случае, я не встречал ни одного счастливого миллионера или миллиардера. Пока такие не попадают. И вот часто бывает, что человек изображает из себя, так сказать, счастье. Ну, это вот обычно люди такие из шоу-бизнеса. Потому что они должны всегда выглядеть позитивными, креативными, веселыми. Но потом они как-то у них бывают период откровенности, но это перед экраном. И они говорят о том, что вот, да, мне приходится лежать в психиатрических литьевницах, у меня тоска, уныние. Очень многие такие потрясающие красавицы не могут найти себе мужей. Хотя все, так сказать, с теми мужчинами, которые не имеют какое-то общение, хотят просто ими воспользоваться. Но как-то строить семью, ничего не получается. Некоторые ищут в славе. И ради этого как-то тоже их принимают шаги. Ну, и те люди, которые достигли этого, случайно или сознательно, тоже, они приходят к выводу, что слава – это просто обуза. Никуда не выйдешь, не будешь. У нас в Москве, кто был, допустим, в Большом театре, ходит такая юная леди с телефоном и звучит. И она ходит долго, говорит, да, выключится с телефона. Конечно, проблема вот в чем, что очень многие люди не умеют и не думать. Вот, поэтому я могу учить. Для того, чтобы не мучиться с этими клавишами, должен сам достать окнулику. И все, и он замолчит. Потом вставить, и он опять... Это Наташа? Ну, может, Наташа, ну или Вася, не знаю. Ну, и в принципе... Дело в том, что звонят, они все примерно одинаковые. Могу я вам помочь? У меня есть гимназия, там учатся 168 язык. У нас такое правило. То есть, кто-то из детей. И все в школу мобиль. Он тут же конфисковывается любым взрослым, который видит. Потом его, этот мобиль, продают на рынке. На Соголовском. А деньги идут на школу. А дома в сети. И есть, где-то. Можно? Он чуть-чуть приорудов. Трябли. Можно. Можно? Его можно понять, именно? Это, когда мы поднимаем. Трабли. Трабли. Вот. Вот. Как лучше. Конечно. Хорошо. Вот. Вот. Это вот такие вещи. человек. Либо ставить себе задачу такую короткую. Молодые женщины хотят выйти замуж. Этому и помогает инстинкт. Молодые люди хотят чего-то достичь, кем-то стать и так далее. Но это вот такие временные задачи. И в итоге, не знаю, может быть и в Вене иначе, но я вот тоже, я люблю смотреть на людей. Вот я так ходил, смотрел очень много, мы пешком ходим, потому что в Москве это не удается. Кабинет, автомобиль, храм и вот в этом треугольнике. Не более-то тоже счастливые лица, надо сказать. На лицах забота, какие-то скорби. И лица довольно-то усталые такие. Вот так, чтобы идет счастливый человек. Пока еще не встретил. Я говорю, нынче у нас среда. Три дня вот побыл. Так что тут... А вот церковь дает человеку возможность стать и на земле счастливым и приготовить себе к вечности. Во-первых, приготовить к этому ответственнейшему моменту, который есть в смерти. Который все боятся. У нас в России слово смерть не произносится. Люди говорят так. А если что случится? Ну что может случиться? У тебя болют кефиром. Ну нет. Каждый человек, каждый россиянин на 142 миллиона знает, что речь идет о смерти. Боятся произносить слово смерть. Боятся произнести слово рак. Вместо слова рак говорят онкология. Как у человека может быть онкология? Как у человека может быть стоматология? Как у человека может быть практология? Практология это определенное направление медицины, которое занимается определенными объектами человеческого тела. Как онкология это наука, которая изучает рак. Можно сказать, у человека онкологическое заболевание. Но это по-русски. Люди изобретают, лишь бы только не произносить страшный знак. Но от этого же ничего не меняет. И вот я, ну как священник, сами понимаете, часто сталкиваюсь в такой же время, когда человек уже делает лучевую терапию. Он все верит и хочет верить, что у него какие-то полипы там, еще чего-то. Как будто он никогда не включал телевизор, не читал никаких газет. Боится. А что значит боится? Не хочет человек думать о самой главной проблеме жизни. Самой главной проблеме жизни это смерть. Но это, во-первых, так нечестно по отношению к самому себе. Во-вторых, как бы глупо. Вот. Поэтому размышления о смерти многих людей приводят к тому, что надо как-то к этому вообще-то очень серьезно подготовиться. И не в смысле завещания, что очень правильные и нужные вещи. А в смысле подготовки души к вечности. Мы сегодня с вами умрем, сегодня вечером, и нам совершенно никакого интереса, какой у нас процент. В банке будет такая учетная ставка, кто будет ездить на моем автомобиле. Нас не интересует, так сказать, выгонит нас с работы или отменит нам пенсию. Все это исчезает. Все земные интересы, они в гроб не укладывают. Остается только то, что мы накопили некий багаж, который мы уносим с собой. Что есть свойства нашей души? Что мы уносим? Ну, мы уносим свою зависть. Мы уносим свою обиду. Мы уносим свое раздражение. Мы уносим свою месть. Мы уносим свою злобу. Мы уносим свой гнев. Вот то, чем жила наша душа, то это уходит с нами в вечность. Или мы берем с собой другую багаж. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, кротость, воздержание. Если душа приобрела, то все материальное сегодня же оставим здесь. Плюс даже то, чем на полное наше время, внимание, там, дети, внуки, может быть, у кого-то розовый сад. Все. Поэтому Церковь нам предлагает серьезно по-взрослому думать о Вечности. И к этому готовится. Ну, вот, если человек хочет сделать карьеру биолога, он должен поступить на факультет или в институт, где там, например, изучать. Вот это понятно. Поэтому, если мы хотим думать икатриться к личности, мы должны пройти определенную школу. Если ставим такую задачу. Поэтому в этом смысле, ну, невозможно стать биологом, не учаясь в биологии. И невозможно без Церкви, которая есть. Во-первых, она себя идентифицирует так и позиционирует. Во-первых, как лечебница. А во-вторых, как школа. Когда мы приходим на исповедь, священник нас встречает такими словами. «Пришел Еси во врача. Да не исцелен, а ты не исцелен». То есть призыв человеку, чтобы ты пришел в больницу, и пусть будет так, чтобы ты ушел исцелен. Потому что грех – это не есть нарушение какого-то правила. Грех – это и есть болезнь души. И в Церкви человек получает и учится тому. А всякая болезнь, она требует вообще изучения. Если ты хочешь победить какую-то свою болезнь, ты должен ее изучить. Нужно принимать ту терапию, которую тебе назначает врач. И тогда тебе будет либо облегчение, либо исцеление. В Церкви можно научиться практически. Избавление от гнева, от бролюбия, от мстительности, от ненависти, от зависти. Есть целая такая дисциплина в Церкви. Она именуется аскетикой. Это как бы первая часть. Каждый человек, который видит, что он никому не должен, что он может достичь счастья. Обычный человек может обвинять все окружение вокруг. Ну, кто, во-первых, виноват? Ну, во-первых, конечно, правительство. Вот они там, эти министры. Кто пониже к земле? Ну, правоохранительные органы виноваты. Полиция виновата, суды виноваты, прокуратура виновата, адвокаты, во-вторых, виноваты, вся эта система. И так вот обычный человек против всего мира так и настроен, все кому виноваты, а не приходится в голову того, что все вообще это можно причинить. Каким образом? Вот есть такая русская пословица – «Правда колет глазами». Мало кто из людей, единицы из миллионов, могут выдержать, когда ему скажут правду. Скажут – «Ты такой, 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 такой». Если вы вдруг решите кому-то сказать правду в глаза, вы наживете себе врага. Иногда на всю жизнь. Упасим. Почему? Потому что правда колет в глаза. И человек обычно так поступает. И вообще как нужно поступать? Вот что-то мне колет в глазу. Мне нужно удалить то, что колет. А как сделать быть с правдой? Два пути. Либо я исправляюсь в том, в чем я замечу. Я со вниманием слушаю, что мне говорят. Смотрю на себя, в такое внутреннее зеркало души. Это все. Соглашаюсь с этим. И начинаю исправляться. Это первое. Очень другое. А второе. Легкие. Это убить того, кто блин сказал. Ну, сейчас убивать не модно, не средние века. Ну, начать для этого человека жаловаться. Начать с ним спорить, что-то доказывать. Ничего не меняется. Или уехать от него, или как-то расстаться. И так далее. А церковь предлагает друг другу пути. Как Иван Андреевич Крылов тоже. Чем кумушек считать трудиться, не лучше на себя оборотиться. И тогда вот это конструктивный подход. Я же не могу исправить ни правоохранительную систему, ни управление государственной власти. Я не могу вдруг купить лотерейный билет и стать миллионером. Хотя про таких людей пишут в газете. Недавно один человек на Балканах. Он 30 лет покупал каждый день лотерейный билет. И каждый день туда проставлял 1-2 цифры. 30 лет. Он, конечно, выиграл 2 миллиона 300 тысяч евро. Вот такой упорный Юн Суф. Была такая старая китайская сказка. Пусть это 30 лет, сколько труда, сколько денег застать. Все равно выиграл-то больше. Но а мог бы не успеть выиграть. Или что тогда? Глупо затраченная жизнь. И потом еще неизвестно, насколько эти 2 миллиона ему помогут в его жизни. Поэтому сначала человек проходит первую часть. Он выздоравливает. Ромче, пожалуйста. Делайте. Сейчас. Повыше чуть-чуть. И подальше. Подальше и повыше. Подальше. Подальше. Повыше. Как это было? Подальше. Вот. И поэтому человек, которого устраивает такая позиция, что он враждебен миру. И мир враждебен ему. И вот папашистов все время, всю жизнь проводить в бесконечных таких войнах с миром, с людьми, с детьми, с соседями, с начальством. Или наоборот, путь другой. Исправление самого себя, исправление мировоззрения. То есть совершенно изменить точку зрения на мир, на людей, как на противоположное. Церковь этому помогает. Для чего это? Для того, чтобы идти дальше. А в чем этот дальнейший путь после того, как ты выздоровел? Ну, более или менее. Нельзя сказать, что хотя отдельные люди исцеляются полностью, тех мы почитаем как святых, которым удалось. Почему мы называем их святыми? Потому что вот это преобразование человека возможно только святым духом. И второй путь. Уже служение этому миру. Для того, чтобы его улучшить. Понятно, что не весь мир. Преподобный Серафим Саровский был у нас такой святой в России, современник Пушкина. Он говорил так. Ты стяжи мирный дух, и тогда вокруг тебя спасутся тысячи. Но, по крайней мере, ведь та благодать, которую человек может получить от Бога, она тоже условно можно сказать, что у них разный объем. Ну, если взять такой не математический образ, а физический, то энергия этого поля, она больше. И поэтому, вот, как апостол Павел однажды сказал, что вот звезда от звезды в славе разнится. Ну, и звезды большие, и поменьше, и излучающая им энергия, она тоже разная. Вот так и человек. Чем больше человек может исправить с помощью Божией свою жизнь, тем больше он принести может пользы и другим людям. Ну, сначала своей семье и детям. А потом и к своему роду. А потом и тем людям, которых знаешь. А потом всем тем людям, которые прямо или косвенно вступают с тобой в какую-то общину. И причем вот эта польза, она даже независимо от того, живешь ли ты или умер. Вот сегодня был в соборе в одном, в Вене, такой поразительный собор на фронтоне изображения скульптурных трех добродетелей веры, надежды и любви. И такой изумительный собор в стиле барокко, барокко не очень так люблю, но этот собор совершенно потрясающий. И что я вижу? Икона Божией Матери. Стоит женщина. И вот пока я там был в соборе, сколько мы были, может быть, мне было 12-15 лет, она непрестанно стоит перед иконой и молится. Перед изображением кого? Девы Марии. То есть женщина жила 2000 лет там назад. И продолжает приносить пользу человеку. Стоит то, что давно отошла к Господу. Ну, реально. К пустому колодцу человек не ходит. Раз стоит молодая женщина лет 40, молится, значит, она получает ответ. Значит, она получает помощь. Представьте себе, мы приходим в булочную, а там написано «Хлеба нет». Мы что, будем продолжать стоять? Нет, ну, пойдем в какое-то другое место, где мы можем купить хлеб. Ну, я-то не пойду, вы сами помните, да, что я теперь хлеб не ем с тех пор, как меня облавили в кассе в булочке. Вот. Тоже у меня принципиальная позиция, так как я теперь. Поэтому вот есть определенная цель. послужить этому миру, чтобы те люди, которые захотят, стали бы сами внутри лучше, опять-таки, с моей точки зрения. И от этого стали бы гораздо более счастливыми. Вот эта цель такая вот, на мой взгляд, серьезная. И, собственно, она меня понудила на то, чтобы не просто бессмысленно ходить в церковь, для того, чтобы, ну, что-то там получать, какой-то релакс. Хотя, в церкви это и есть. Или вот я надеюсь, дай Бог, чтобы эта женщина, которую я сегодня видел в церкви, чтобы она получила, просила. Так всегда бывает, что если человек что-то просит у Бога, или у его святых, то он, в конце концов, это получает, потому что Бог, он сам по своей природе добр. Кто не верит, может почитать Евангелие, и мы видим, там, десятки примеров проявления вот этой божественной доброты. И вот, поэтому, чтобы прийти в церковь, нужно две вещи. Нужно уверовать в Господа нашего Иисуса Христа, и уверовать в то, что в его служении, в его пришествии к нам, 2012 лет тому назад, был какой-то смысл. Потому что, ну, все люди плохо, бедно так в Бога веруют. Но очень многим людям трудно, так сказать, понять, что Бог пришел на землю, стал человеком, и добровольно умер на кресте. Зачем это все произошло, вот, весь этот кошмар? Ну-ка, зачем? Вот, прошло уже 2000 лет, а люди продолжают входить в церковь, которую он основал 2000 лет тому назад. Вот тот импульс, который он задал человечеству, он действует до сих пор. Понимаете, какой? Конечно, этот импульс сильно ослабевает. Будущее Европы – это вообще ислам. А сами христиане, они, собственно, в массе своей, они уже отказались от своей веры. В мир пришла новая религия в Европу. Коммунизм как-то сто лет поцарствовав, он отошел, уступил место другой религии, у которой тот же источник, что и у коммунизма – это есть либерализм. Который полностью враждебен христианцам. И плоды вот этой религиозности, у нее тоже много таких всяких заповедей. И эта религия так же жестока, как и коммунизм. Она не терпит никаких чужих мнений, хотя все время говорит о свободе слова, о толерантности. Это такая же абсолютно нетолерантная религия, как и коммунизм. Она стремится вообще все христианское уничтожить. И мы плоды это видим. А ислам, который живет общиной, он этому не поддается. Поэтому пока мы, европейские народы, благополучно вымираем, ислам все более и более развивается. И спокойненько захватывает те земли, где когда-то жили христианские. Ну и мы знаем из истории ислама, сейчас это все несколько мягче. Если христианство всегда, ну вообще, что у нас в России, там отношение к исламу было всегда такое спокойное, дружественное. Хотя с точки зрения богословской мы понимаем и эту разницу. Я даже вот у меня был друг такой, звали его Чингис Айтмата. Он был такой по природе, корнями его фамилии уходят в ислам. Но он как-то очень был очень некрещенным человеком. И даже, как он говорил, неверующим. Он даже такой написал роман про одного семинариста, такой чудной, смешной, «Богородица в снегах». Вот, и я спрашивал Чингис Тарикулыча, что у вас так вообще тема христианства? Чего вам бы, ай бы славами не писать, об этих коленях? Ну, говорит, тот идеал человека, который принес Христос, ну, конечно, невозможно сравнить ни с чем. По чистоте и нравственной высоте выше Христа ничего нет. Я говорю, тогда, что же вы не принимаете святое крещение? Ну, говорит, я вот много не понимаю, я в коммунистической традиции воспитываю. Он так и не переступил вот эту черту. Но он, как умный человек и талантливичий писатель, переведен на сотни языков всего мира. И, в общем, последние годы жизни жил в Европе. Он, так сказать, стремился, может быть, не ко Христу, ну, вот к тем следам христианства, которые он обрел в Европе и в России. Хотя он и киргиз, но он русский писатель. Он всегда по-русски писал. И вот его, так сказать, он именно в русской культуре мог только такой человек совершиться. Поэтому речь идет вот о чем, что даже те люди, которые далеки и воспитаны в других традициях, если они честно начинают об этом думать, разбираться, они увидят, что выше того, по нравственному сумму, уровню, высоте, выше того, что принес Христос, ничего нет. Поэтому вот это дало Федору Михайловичу Достоевску другому, не менее знаменитому, и писателю, который не хуже, чем Гистер Рекуловичу, сказать, что, говорит, если я узнаю, что истина не со Христом, я все равно останусь со Христом. Хотя Христос это и есть истина, вот он такую вот фразу сказал, потому что он тоже прекрасно чувствовал, что Христос принесли для него. Но, к сожалению, и мы не будем это исследовать, большинство европейцев ограничиваются чисто формальным воспоминанием о том, что их предки были христианами. Вместо Рождества Мэри Крисмас, Санта Клаус, каким-то образом еще Пасха, еще знают слово Пост, вот, и, собственно, и все. А вот силы христианства, к сожалению, отверглись. Поэтому, собственно, возникает вопрос, а зачем ходить в церковь? А зачем все это изучать? Я в Бога верую, а в церковь не хожу. Ну, потому что, ну, действительно, в церковь ходить незачем. В церковь нужно ходить человеку, который хочет что-то понять, который хочет узнать, чему учил и что говорил и делал тот, кто создал всю Вселенную и всех нас. И который, вот, сам, не просто он был, вроде меня, такой ментор, учитель, что-то рассказывает, а он своей жизнью, он то, о чем говорил, он эту жизнь христианскую прожил. Ему на Земле было довольно трудно. Потому что, ну, за мной стоят миллионы христиан, а он был один. Представляете себе, на всей Земле только один христианин. Его, ну, кто читал Евангелие, всем с этим сталкивался. Не только апостол, но даже родная мать его зачастую не понимала. И по-человечески ему было чрезвычайно тяжело. Настолько, что он даже вот укорял своих учеников, когда он уже готовился к смерти, он говорит, ну, что же мы не могли не спать в эту ночь, побыть со мной. Он молится до такой степени, что у него с потом выступает кровь, а эти ребята спят. Это говорит о том, что они не могли еще дочувствоваться до того, ни что он принес в мир, ни что с ним происходит, ни что глядет завтра. Хотя он об этом говорил десятки раз. Вот. Ну, я понимаю, так сказать, абсолютно, что пройдет некоторое время и Россия распадется. Потому что, ну, даже, если так математически подойти, чтобы сохранить численность населения России на уровне 140 миллионов до конца 21 века, нужно, чтобы те нормальные семьи, их не так много в России, в ней должен родиться восьмой ребенок. При условии, что все останутся живы. Это технически невозможно. Даже если все придут в состояние ума, вот, по сегодняшней тенденции, это так. А удержать такую страну в тех границах, когда рядом соседи с полуторамиллиардным населением, ну, это просто не сильно. Вот. Ну, и понятно, вот, вся заботчинность, Сарказий даже на этом делает сейчас свою предвыборную кампанию в исламских семьях. Детей бывает столько, сколько дает Бог. Россия стала великим государством только по одной причине. русский народ был самый плодовитый в Европе. Поэтому, дало возможно на лошадях колонизовать шестую часть суши. Если раньше, там, сто лет назад, Россия, население Руси в основном состояло из детей, то теперь средний возраст русского человека тридцать семь лет. Это уже старый, вымирающий народ. Да, цивилизации возникают путем огромных усилий. Наша цивилизация вообще уникальна, потому что мы колонизовали такую землю, где вообще жить нельзя. выйти к условиям, в которых живет Россия, где четыре пятых леса это лиственница, которую даже сплавлять нельзя, потому что она тонет в воде. Где четыре пятых страны это вечная мерзлота, на которой нельзя ничего строить. В моем случае это очень трудно. И где девять месяцев зима, а потом лето, лето, лето. В таких широтах люди не живут. Но тем и менее, русский народ оказался таким сильным, могучим, выносливым и, конечно, верующим. Вот, когда была вера христианская в этом народе, он был окрылен разными идеями. святой Руси. То тогда от Аляски до Польши создал такую империю. Потом вера стала оскудевать. Каждый стал немножко за себя, а теперь уже вообще из одного из самых лучших народов мы превратились вообще в самого худшего народа. И об этом говорит статистика. Количество народов самого большого, колся алкоголиков самое большое, количество разводов самое большое, количество абортов самое большое, количество неплатежцев олиментов. У нас даже 90% мужчин не платит олименты своим брошенным углом. это абсолютно бессовестный народ и поэтому нет ничего удивительного что там расчерпера и отваливаются целые огромные территории на 2 метра глубиной политые кровью наших предков то есть никто не воюет оно все само отваливается потому что все сгнило а почему сгнило вот потому что Господь Иисус Христос Он своим ученикам говорил вы соль земли что такое соль соль это натрий хлор он предотвращает всякие продукты питания от гниения а если соль потеряет силу она перестанет быть соленой потеряет свои свойства то он все будет продолжать гниеть поэтому нам церковь не нужна нам Христос не нужен мы обижены на все мы все в состоянии критики мы заточены на то чтобы отдыхать мы ищем только что-то такое комфортное себе непыльное, тихое стараемся так жить, чтобы нас никто не обижал ну вот и мы пожинаем потому что чтобы что-то изменить или затормозить эти негативные процессы нужны люди, которые окрылены высочайшей идеей и желанием служения не за деньги, а ради самого высокого а самое высокое в бытии это есть Бог поэтому то, что мы ну и как народ, как империя как государство, как культура даже мы, конечно, исчезли конечно, там русский язык останется в какой-то форме мы же сейчас изучаем древнегреческий язык а Византии нет это был центр мировой культуры военного искусства и так далее но не все знают, что орган такой известный инструмент в Европе, везде, в каждой церкви есть, он впервые привезен из Константинополя вообще в Европу все создано там и теперь где она, Византия? она на той территории, где сейчас живут турки на той территории, где жили когда-то христианские народы будут жить турки ну, может, не турки может быть, китайцы может, еще кто почему? потому что мы не окрылены ничем потому что церковь нам не узнает о Христе мы ничего не знаем это еще ничего мы и знать ничего не хотим вот такая наша проблема более того вот мы даже и своих детей этому не учим максимум, на что мы способны это привезти в воскресную школу пусть там кто-то им там но чтобы сами чтобы были озабочены мы больше озабочены и там светским образованием детей там еще чем-то а чтобы научить его христианство ведь мы сами в основном люди, которые обратились к Богу во взросломстве чтобы свой опыт передать следующим поколениям у нас в этом большими удачами и мы к церкви относимся тоже потребительски мы все время хотим ну, тоже там устроиться чтобы церковь нам помогла чтобы нам было как-то хорошо а церковь по замслу Бога она должна завоевать вообще весь мир должен весь мир и китайцев и турок уже привезти по Христу вот как я знаю у нас даже не хватает пороха на то, чтобы родить третьего ребенка европеец он предохраняется от детей как от бандитов почему? он духовно обессилен даже простые вещи на которые способны и кошка и носорог для человека невыносимые какие-то вообще усилия хотя это очень естественно семья дети дети из благословения радости превратились в проклятые поэтому фактически мы уже мы европейцы бывшие христиане фактически уже сдали позицию ну просто одного человека просто убить когда есть взвод ну он может несколько минут просражаться когда батальон еще больше когда дивизия корпус армия они могут воевать там чуть не полгода поэтому каждый народ он умирает довольно медленно и на протяжении жизни одного человека он это не может увидеть поэтому как если мы возьмем посадим какой-то цветочек и будем смотреть как он будет расти мы этого не увидим мы увидим что он растет только если мы заснем проснемся тогда увидим изменения а вот так глядя поэтому нам кажется что что жизнь нормальная все чисто потому что мы не можем увидеть как рождаются китайцы мы можем только в газете прочесть миллион триста миллион пятьсот то есть миллиард простите оговорился там полтора миллиарда два миллиарда за это время русских там 140 миллионов 130 120 105 ну все приходи бери поэтому такие простые вещи как не хочу знать Бога не хочу знать то что он делал что говорил не хочу ходить в храм зачем это надо это связано и с практической жизнью здесь на европейской старой некогда христианской Европе а сейчас даже в конституцию общеевропейскую не стали вносить слова о Боге он стал не нужен и вот душа каждого народа потому что народ можно воспринимать как соборную личность это есть душа это его религия возьмем один и тот же народ например сербы всего того что они близко были к Риму к Италии определенная часть сербов превратилась в хорватов хорваты тоже до 18 века писали на кириллицах ну просто сожгли все их книги была такая очень серьезная борьба они генетически один и тот же народ у них одни и те же имена и фамили у них один и тот же язык просто они называют одна часть его сербским а другая хорватским теперь появился новый язык он называется черногорский и у черногорцев спрашиваю а в чем разница они называют 3-5 слов которые у них есть которые отличаются сербы эти слова не используют вот поэтому у нас особый язык вот ну и так потихонечку они уже переходят с кириллицы на латиницу ну и там модно и потом они хотят тоже в Европейский Союз войти и думают от этого им что-то будет получше побогаче и прочее прочее вот такие вот есть тенденции и вот мы знаем что во время Второй мировой войны хорваты вырезали практически из полных холодного оружия два или полтора по разному миллиону сербов они не могли друг друга отличить ни по языку ни по внешнему виду они определяли только так перекрестить если крестится так ему вспарвали живот и вынимали глаза на жопу а если он крестился так то значит ты хорват и тогда оставался в живот спрашивают в чем разница один тот народ конфессия конфессия меняет менталь поэтому можно так ответить зачем тебе ходить в церковь хотя бы за тем чтобы не вырезали глаза твоим внукам потому что ты научить внука можешь только тому что можешь сам если ты сам ничего не научился то тогда бессмысленно дело вот если у человека нет высоких замыслов ну хотя бы подумай чисто практически потому что это все поступательно мы не знаем когда это все произойдет и я благодарю Богу что 60 лет снижен что я этого всего не увижу но пока тенденция такова и никаких остановок те же самые процессы которые в России такие в Голландии а некоторые еще более усугубляются в Голландии здесь тоже потому что приезжая в Европу ну понятно новый человек приехал сразу друзья рассказывают какие здесь процессы идут и многие очень серьезно ухудшают ситуацию и какие-то процессы здесь гораздо хуже и острее происходит чем у нас в России что конечно очень печально вот поэтому зачем нужно ходить в церковь чтобы хотя бы сохранить собственно идентификацию идентичность чтобы остаться теми кто мы пока есть если нас это устраивает быть самим собой или придется как-то мимикрировать может быть не нам а нашего внуков 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 мне кажется это серьезное основание хотя бы для того чтобы задуматься ну вот пожалуй и все вы аплодируете значит то что я вам сказала вам это все нравится такое наше будущее как можно понять от бога ли тот или иной целитель ну это очень просто все не от бога и не мучайтесь второе является ли таким критерием деньги не являются если человек не берет денег за свою помощь можно сказать что он от бога не являются потому что не для всех людей деньги представляют интерес для других просто власть на людях поэтому а целитель он всегда получает власть потому что он исцеляет во имя свое хотя он может там иконами обвешаться и всякие такие как Алан Чумак крестообразный пас там делать это понимаете какое дело когда не было медицины ну в частности в Европе целители были всегда потому что всегда есть определенная часть людей которая всегда пойдет за оскольником всегда пойдет за еретиком всегда пойдет за какой-то ванги это почему потому что эти люди они не говорят человеку правду они его обманут они его манят ложные чудеса и конечно вот мы с Владимиром если бы захотели много денег заработать мы бы с ним сегодня же могли основать новую секту как нечего делать и могли бы я думаю и в Европе тысяч сто себе последователей я буду говорить идеи как это делать транслировать по-немецки я буду как гору только ширину буду раздвигать и раз в месяц меня как мудзуну показывают потом закрывают вот конечно к нам придут понимаете все средства у нас информацию потому что вот сам протерей Дмитрий Смирнов сам и какая там рвай сам и вот он говорит такие вещи мы тут же сейчас и от московской патриархии отречемся и там все корреспонденты будут здесь лежать у ног и мы конечно соберем себе кучу последователей мы будем исцелять мы будем показывать чудеса понимаете мы будем воскрешать мертвых никаких проблем вот поэтому это очень просто человеку как раз и это и надо и всегда найдется там но несмотря на то что целители были всегда многие европейские государства вымирали на половину и на три четверти от разного лови спрашивают ну где же целители при современном уровне медицины она действительно творит чудеса люди с того света возвращаются абсолютно не жизнеспособные дети там по 400 грамм они рождающиеся они делаются жизнеспособными продолжительность жизни увеличилась вообще до каких-то астрономических размеров ну не в России а в Европе пожалуйста вот даже мы ей сегодня сказали что в Вене там мужчина в среднем живет до 78 лет вообще потрясающе а женщины средняя женщина которая вот сейчас бабулька умерла и 111 лет следующая на очереди 110 вот в Вене прожила всю жизнь родилась и вот до 111 лет прожила потрясающая совершенно вещь и все благодаря чему благодаря простым вещам ежегодное обследование правильной терапии и высокий уровень медицины а знахарство оно только отправляет на тот свет людей под разным предлогами почему ну когда человек умер он же не может через суд предъявить претензи в России в 11-м году было зарегистрировано межрегиональное общественное движение за государство и духовное возрождение лидер этого движения Маслов Леонид Иванович что вы можете сказать об этом движении у руководителя я не знаком ни с этим движением ни с Леонидом Ивановичем про это ничего не могу сказать как я уже имел счастья вам докладывать я вообще не настолько интересуюсь политикой я как землянина это все каким-то образом касается некоторые вещи для меня доносятся я ну некоторым образом что-то для себя как обыватель анализирую вот собственно и мой уровень а следить за всеми проявлениями потому что ну вот даже у нас в России за 20 лет мы были там три десятка партий обычно они так появляются исчезают и как-то меняют название там не очень за этим следишь да и это все и не очень интересно мы встретимся после смерти со своими родителями вот я несколько раз присутствовал при смерти людей вот и много случаев таких что вот умирающий человек он прям видит как к его одру приходят его родственники и родители в частности вот самый яркий случай у меня была одна прихожанка и была уже под 90 и последние 6 лет она лежала любой из вас если 2 месяца проверит так сказать постели чтобы ему вставать и ходить он придется на костылях в то время ходить потому что мышцы расслабляют она на моих глазах встала подошла к балкону и стала встречать мать это как 6 лет лежала вдруг встала это я видел в собственном глазе поэтому я могу засвидетельствовать что в отдельных случаях встречать но бывает ли это всегда и со всеми это я не знаю это тайна такая нам собственно не об этом нужно думать а думать о том как мы встретимся с Богом я понимаю что мы любим наших родственников но все равно насколько это все будет как-то Богом учитываться если можно так выразиться это не трудно представить вот твердо я знаю что на суд Божий пойдем все и верующие и неверующие и еще знали что за грубым как только человек умрет атеизм вывет в эту же самую секунду от земли души от земли это тоже потому что ни один человек который умер а потом они не были он не остался атеистом это значит ну и даже на войне я с военными делами как только пули свистят так Господи помоги и весь атеизм перевернут пули извините пожалуйста как-то вопрос не получился но вот я хочу просто сплю с вашей книги вот помни обои вот это ну и помогает сну ой да нет ну это так просто там некоторые моменты как-то меня удивили и я не поняла вот о чем посмотрите когда у человека все благополучно это первый признак того что Господь от него отступил как это вообще-то я не от себя сказал и это я в книгах читал из опыта святых отцов почему потому что бывает благополучие ну на какое-то такое время душевного отдыха но вы понимаете какое дело я имею ввиду человека конечно христианина потому что мир он реагирует на человека дьявол постоянно с человеком трудится хочет уничтожить его душу и как-то ему сделать большие неприятности вот а поэтому Господь этому противодействует как Федор Михайлович Достоевский говорил что вот в мире сатана со Христом борется а поле битвы в сердце человека вот когда благополучие то значит дьявол успокоился раз он успокоился значит либо он что-то замышляет либо он оставил человека в покое ну вот как человек когда вколит себе героин ну у него блаженство до следующей дозы а потом абстиненция что это значит это значит сатана требует чтобы он еще в колон потому что если он не будет колоться он останется жив а если будет то через 5 лет он умрет поэтому а его цель что такое смерть от героина это самоубийство а для человека который сам себя убил очень понятный лун вот что это значит еще извините можно еще сказать в царство Божие попадают не праведники а грешники да но грешники кающиеся ну в общем как это не печально но на земле праведников нет есть только люди которые считают себя праведниками вот по статистике 64 процента американцев считают опрос что у них хорошие шансы попасть на правду это они считают себя праведниками тем не менее людей с таким сознанием в раю нет потому что если человек считает себя праведником значит этот человек находится в самообольщении вот в чем она выражается в том что он не видит свои дни учитель церкви Петр Дамаскин он говорил что когда увидишь свои грехи как песок морской знай что ты положил начало покаяния это еще не покаяние это уже ну правильное реальное понимание самого себя потому что очень важно каждому из нас поставить себе диагноз вот а когда мы спорим с кем-то что-то доказываем свою правоту это значит мы еще не видим своих грехов потому что когда человек понял что он грешный он сидит тихенько и вообще никого не осуждает потому что осуждающий другому похож на горбатого который пальцем показывает на другого и он кривой пошел ну собственно а ты горбатый еще есть? давайте за некрещенных нельзя подавать записки в православной церкви можно молиться только келейно что делать если не знаешь крещеные родители или нет является ли это собственным грехом если все-таки подавал записки за них в Алтай греха в этом никакого конечно нет но тут вот в чем дело те записки которые мы подаем в Алтай эти записки подают к священнику на проскомедию на приношение и священника вынимает из просмот частицы вспоминания этих людей эти частички кладутся на дискос и этот дискос изображает собой вселенскую церковь но некрещеный человек он не член церкви поэтому даже если за него гнется частичка она легла там физически то это не значит что это духовно совершилось это все что отпевать некрещеного ну и отпой но от этого ему там на том свете и никому не жарко совершенно бессмысленная акция она не имеет смысла она должно быть всего посмысленно молиться можно не только кирин мы молимся на службе и о властях и воинстве а совсем не все наши власти являются христианами вот мы молимся и о оглашенных людей которые мы только хотим чтобы они стали христианами поэтому совсем не обязательно мы можем и во время богослужения молиться и о покоении и о здравии а вот на проскандине подавать мы не можем потому что мы подаем только за членов церкви значит если не знаешь то лучше не подавать записки если ты не уверен что были крещённые дело в том да лучше так тогда и совесть будет спокойна дело в том что понимаете вот у Христа есть такие слова не может укрыться город стоящий наверху горни путь понимаете если человек в своей жизни никак не проявил своего христианства то его и не было поэтому зачем нам что-то изобретать человек при нас хоть один раз себя перекрестил человек хоть раз в жизни при нас молился в доме хотя бы какая-то икона была мы видели его хоть раз в читающем священное писание он что-то когда-то говорил нет никогда ничего но тогда как можно его подозревать в христианстве в связи с этим же вопросом то же самое можно говорить о людях которые сделали благо но из другой вот тебе мне сделали благо из другой конфессии и мне хочется ну как бы о них об этом благе помнить но я тоже не имею возможности молиться за них почему же не подавать запись только не подавать ну да а так молиться на здоровье обчужнее я вот тут недавно операцию одну мне делал доктор он буддист калмыка вот прекрасный доктор его там все любят вот его слово прям вот как божественный закон и вот когда он идет по отделению все взоры там на него ну просто такой замечательный доктор вот у нее икона в кабинете вот но не крещеная и он меня попросил говорит у меня одна пациентка там сейчас в очень тяжелом состоянии уволитесь пожалуйста дает фамилию и имя но не знает как знает что записки там татарское имя фамилия женщина мусульманка я потом подошел к ней с ней поговорил молился за нее и она поправилась все слава богу почему я не знаю какая мне разница на проскомедии конечно не буду он вообще не знает что такое проскомедия ну вот видите ситуация буддист православный и мусульманка и все они вместе а у меня вообще есть две прихожанки мусульманки одна уже так второй год собирается принять крещение вторая вообще персиянка она каждый раз уже к концу великого поста к нам приходит она вот в связи с событиями в Иране она часто приезжает в Россию и она нам помогает и убирать храм и она всю пасхалю службу отстаивает у меня никакого препятствия я ее очень люблю зовут ее Кобра такое интересное имя вот она не знает что это значит по-русски вот совершенно потрясающий человек вот и она всегда меня просит за кого-то помолиться и она мне гораздо ближе и роднее чем иной православной почему потому что ее отношение к Богу такое очень глубокое серьезное ее молитва она она ну половине моих прихожан в фонт вот как она относится к украшению храма понимаете другого ему в голову не приходится вообще что-то помочь тут к Пасхе и это последний вот пасхальный там день два она вообще не спит двое суток ее уверен что придет времечко и она попросит крещения я все брошу обязательно покрещу без всякого какого-то принуждения там ничего у нас даже был случай именно позапрошлую пасху одна женщина стояла в службу подходит к чаше ну священник у нее спрашивает а вы исповедовались она говорит нет почему а я не крещеный а почему вы хотите причащиться только для христиан она говорит а я мусульманка да а почему вы тогда хотите причащаться ну я всю службу говорит отстояла а почему не хотите крещения тогда понимаете потому что это только можно для крещеного человека она говорит ну я не могу покинуть веру моих отцов то есть представьте в голове там какие всякие движения ну каково стремление ну вот представьте вы бы сейчас пошли в мечеть во время праздника рамазана пятничной молитвы все отстояли там часовая проповедь все по-арабски мы служим по-славянски что там татарка понимает славянское причем у нас вся служба поется поэтому ну кроме евангелия евангелия по-татарски еще не читали нет читали одна же у меня батюшка была именно татарин вот он по-татарски читал евангелия вот так вот видите как то есть душа стремится голова пока отстает потому что это сплошь реально и спорила хотел причаститься мы рынке ну чего вот мы просто не можем не обижайся там вот такие бывают истории православные нужно ли обращать внимание на сны не нужно происходит ли сейчас в России возрождение православия паломничество к поясу престольб и подорожить понимаете какое дело ведь это конечно есть некоторое свидетельство 800 тысяч человек пришло если нам нам митинг в поддержку Путина пришло 120 тысяч на митинг против Путина пришло там ну в это же время 1050 то к поясу Богородица 800 тысяч так сказать наша православная партия она самая мощная вот но с другой стороны конечно странное явление этот частица пояса Богородица привезена с Афона из Ватопеда я даже сам когда когда-то был на праздник Рождества в Ватопеде мне дали нести этот ковчег я тоже шел какую-то часть с крестным ходом вот но у нас рядом с храмом Христа Спасителя есть другой храм Илья Выдин меня в нем крестили 60 лет тому назад и там есть частица пояса Богородица поэтому тут тоже ну как-то вот очень многие люди вот шли к поясу Богородица как шла кровоточивая женщина ко Христу она задумала что вот если коснусь краевой рези я получу и получал для многих людей конечно не знали что в обыденном исчезтице пояса вот и вот они узнали об этом телевидение об этом говорило и вот они пошли там из этих 800 тысяч наверное половина или две трети были вообще не воцерковленные люди но они веруют просто может быть это будет для них шаг к началу воцерковления это вот вы знаете вот когда патриарх Алексея хоронили там тоже было полмиллиона человек пришло вот и многие люди совершенно не церковные вот в очереди у них брали интервью я человек далекий от церкви но я хочу поклониться этому человеку он его воспринимал как родного потому что патриарх это как этнар понимаете это вот из президента такая фигура кого выбрана а для хотя у нас патриарх тоже выбирает но выбирает это только собор но он является вот все равно главой народа и вот это тоже очень интересно такое явление поэтому вот стремление приложить пояс у Богородицы это есть такое конечно знаковое событие оно потрясло всех и иерархию в том числе мы понимали что это будут сотни тысяч народу но не почти миллион это конечно ну и потом какие условия даже мэрия вынуждена была теплушки организовать кормление гречневой кашей там солдатских кухонь и откаешь вот просто некоторые стояли и по 20 часов мы то грешные все без очереди духовенцы а отец земли ты проходите так сказать это да а вот народ стоит почему бы не образовать христианскую демократическую партию как например в Германии ну да ХДС ХСС многие бы верующие могли бы туда записаться ну вот давайте вы организовали у нас вообще в церкви даже принято такое ну рескрипт что попы политикой не занимались ну это созвучно моим так сказать каким-то таким внутренним переживанием поэтому это милей должны делать сейчас у нас сильно облегчили это вот государственная власть как-то испугалась вот этой вот такой волны протестной и очень пошли сразу на очень большие уступки и теперь партию можно образовать если есть 500 человек если раньше там надо было миллионы собирать подписей то теперь вообще нет никаких противопоказаний любой может если у вас есть паспорт русский так займитесь если организуете паспорт по ХСС ХДС так я буду к вам посылать народ потому что очень многие это и уже такой вопрос задавали нам не то на вчерашней лекции не то на позавчерашней происходит ли сейчас в России возрождение православия а это я уже говорил так вроде все да хорошо спасибо за ваше внимание надеюсь за замечательную беседу беседу еще ответ спасибо 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 спасибо